Да, поехали. Для всех, кто у нас первый раз и кто смотрит нас первый раз в записи. Прежде всего, мы сейчас находимся в неделе перед Пулемом. Пулем во всем мире отмечается в этот четверг, а в Ярушелаеме еще и в пятницу. Но, собственно, никто не мешает вам и в пятницу продолжать празднование. Вот, плавно перетекает в субботу, в среду пост Эстер, в память о том посте, который Эстер организует. Об этом мы читаем в конце четвертой главы Магилат Эстер. И, кроме того, мы вчера, в субботу, начали чтение книги «Воэкра», третьей книги, пяти книжек. И, да, спасибо, дай Бог. И, значит, поскольку наш курс уже имеет третий заход, третий цикл, вот, я выбрал вторую и третью главу, главы, поскольку они короткие книги. Здравствуйте, Анна, очень рад вам. Мы уже стали волноваться. Вот, мы разберем, я надеюсь, мы успеем их разобрать. И, кроме того, сегодня в нашу группу в Телеграм я поставил, как обычно, файл с тем текстом, который вы видите на экране. В нем отмечены слова желтым, те, на которых я хочу остановиться, и зеленым, те, которые... Словарь, словарик – это Сугизун, Сулан, Юр. Это второй файл, он называется словарь. Вот, и там, значит, я выписал значение этих слов. Кроме этого, кроме этого, я, значит, уже четвертую неделю ставлю, добавляю к файлу Магилат-Эстер по одной главе, и в ней я тоже отмечаю слова. Голубым – слова, именно собственные и специфические термины, очевидно, персидские, которые вошли в Магилат-Эстер, вот, и зеленым – те слова, которые могут вызвать затруднения. Ну, как обычно, я обещаю, что если у нас останется время, мы немножко почитаем один оттестер, но, скорее всего, такого не произойдет, потому что показывает практика. Мы со скрипом успеваем то, что я приготовил вам из недельной главы. Итак, недельная глава называется «Вай и край», из нее выбрал второй и третий парадокс. Так. Сейчас я только хочу сказать. Аня, если это несложно, я могу на тебя перебросить демонстрацию текста? Да. Да, пожалуйста. Я тебя сделал с организатором, тогда я останавливаю демонстрацию, а ты, если, плиз, можно продолжать, чтобы я не это самое. Да. Так, сейчас, да. Так, да, ну и, конечно, мы надеемся на быстрейшее прекращение конфликта, как бы он там и назывался, и наступление мира. Владимир, выключайте микрофон, у вас там все время какие-то звуки посторонние. А-а-а. Я не слышал, но быстро, да, да, правильно выключать, на самом деле. У него там кто-то там какие-то, кто-то там что-то сказал. Ну, на иврите говорят, Владимир Ивринград на иврите, так что тоже. Ради бога, вы на иврите, ну что, так, так, значит, демонстрацию экрана сейчас, да. Да, демонстрируйте. И открывайте файл 82, да, выиграет, да. И покрупнее его, укрупните, да. Вот так, да, да, да. Так, я начинаю читать. Маленькое предупреждение. Книговая игра целиком посвящена храмовой службе, законам чистоты и нечистоты, в том числе и ритуальной части, там, законы кошерного и некошерного в еде. Вот, и на первый взгляд текст может казаться скучным, в нем нет действия, здесь текст совершенно не нарративный, он чисто описывается законы, и причем законы, которые, казалось бы, не имеют отношения к нашей современной жизни, это функционирование храма, да будет он строен в скорости и в наши дни. Но, если разбирать этот текст подробно, мы увидим, насколько это захватывающе. Итак, перевожу. Ве-нефеш, слово нефеш означает душа. Но в данном контексте это имеет в виду человека. Слово нефеш женского рода. Ки-такрив, мы видим, что глагол такрив принесет в жертву, тоже в женском роде. Корбан, слово Корбан, поэта, Камадская царь. Минха, слово Минха. Если вы скажете религиозному еврею, что это такое, он, естественно, скажет, это дневная молитва. Но здесь имеется в виду Минха в прямом значении, то есть добровольный дар, дар из, как мы увидим, из мучения. Минха, Владимир. Извините, я ответил вопрос. Да, хорошо. Значит, итак, человек, если он приносит, или когда он приносит, жертвоприношение, которое называется Минха, наше богу, что же он принесет? Солет. Солет, как мы выяснили, это мука. В Танахе это слово означает мука тонкого побогла. Игие Корбану. Вот мука будет его приношение. Ваяцак, что значит выльет аллейга на нее, на Минху. Шемен, шемен от аллейха. А славенатан аллейга и даст на нее левуна. Левуна переводится как ладан. Это ароматическое вещество, которое входило в состав храма благовония. И кроме того, если, не дай бог, не про нас с вами быть сказано, человека приговаривали к смертной казни через удушение, казнь приводили в исполнение рано утром. И перед этим человека напаивали вином с вот этой левуной, от чего он полностью терял сознание, ощущение этого мира и не понимав, что с ним происходит. Да, это в плане, так сказать, гуманного отношения даже к преступнику. Так вот, именно... Посмотрите, это слово левуна, да? Левуна. Левуна. Вот слово второе, выделенное зелено. На зеленом фоне. Да. И обратите внимание, файлик на нашей группе в Телеграме, вот он содержит объяснение этих слов, файл, словарь. Вот. Поэтому, поэтому, когда мы с вами пьем, допустим, вино, мы говорим лехаем, то есть к жизни. Не к смерти, не к казни, а именно к жизни. Вот так. Так, бет. Ну, прошу... Так, меня слышно? Говорят, что слышно. До этого не было. О, что вы говорите? Так что мне повторить, с какого момента? Ну, вы начали. Ну, прошу, кто будет читать следующее, мы не слышим. А, ну, я думаю, Анна. Да. Анна Бетт, готова? Да, я здесь, да. Так. Да, замечательно. Тут я готов вам помочь. И принесет ее, и принесет ее, и принесут, наверное, ее, вот этот человек, который жертву приносит, принесет ее, свою жертву. Это вот мисочку с мукой, которая там у него, сына Маарона Коэном, и возьмут из нее, ну, зачерпнут горстью, зачерпнут горстью оттуда, полную горсть из вот этой муки вместе с этим маслом, и вот этой ливаной. И всю ливану. Ну, вот имеется в виду, что не просто муку, а вот всю вот эту смесь благовонную, которую добавляли для этого, как это сказать, для приятного запаха, потому что мука горела, она плохо пахнет, поэтому когда добавляли, добавляли, так сказать, для что-то приятное. И, значит, и воскурит, иктир, воскурит коэн, вот эту поминальную часть имеется в виду. Аскарта поминальная часть, да? Мисбеха, на жертвы, на жертвы. На жертвы, да. Слово иште, слово айш. Огнеполимое. То есть огнеполимое жертву, да. Огнеполимое, благоухание, приятное для Всевышнего. Да, совершенно верно, Анна, большое спасибо, все великолепно. А мисалта еще сухарическое слово, мисалта. Что значит мисалта? Салта солит мука. Значит, сначала мы читаем и переводим, потом к некоторым словам я даю объяснение, а если что-то осталось непонятным, вы задаете вопросы. Сейчас я скажу пару слов по поводу слова камац. И дальше еще другая форма этого же корня, кунцо. Значит, камац, мы знаем, что так называется огласовка для долгого а. Вот под буквой ку в слове камац именно она и стоит. Камац – это значит что-то сжатое, ограниченное. Ну, Анна совершенно правильно перевела, это горсть. Комментарий объясняет, что это должна быть горсть не сверху, но в то же время горсть полная. Есть комментарий дальше, каким образом это делали. Век камац – это возьмет горстью. Почему так называется огласовка? Потому что на самом деле то а, которое, долгое а, которое передает камац, это не совсем а, которое произносится открытым в том, как потах а. А это а, при котором губы вроде бы немного сжаты, то есть немного в сторону о. То есть, что-то подобное о. Этот звук, он может быть растянутым, может быть долгим. Именно поэтому, значит, этот звук у ашкеназов переходит в о или даже у части ашкеназов в у. Но цефарадин произносит и эй камац так же, как потах, не различая, соответственно, в современном израильском чтении иврита. Вот так это происходит. Значит, напоминаю вам, что камца и баркамца – участники известной истории, да, вот они называются по имени вот этого слова. И кроме этого слова камцан, камцан означает жадаба, жадина, эвядина. Так, спасибо за внимание. Ваш вопрос, пожалуйста. Не слышу вопроса. А, ми-салта. А, ми-салта. Хорошо, правильно, да. От слова solid. Ми-салта – это из муки ее. Да. Ну, если нужно, я объясню, почему. Ми – это из. Вот, теперь мы берем слово solid и добавляем суффикс, показывающий на третье лицо, единственное число – женский род из муки ее. Кого ее? Вот это жертвоприношение, которое называется минха. Так, Гимел, Анна, распределяйте роли. Так, у нас, ну, Владимир, судя по всему, Тимофея у нас что-то сегодня нету. Как? Тут я. А тут тебе? Другой аватар. А, ну, слава богу, я же спугалась. Спугалась, думала, куда пойдет. Значит, Тимофей, значит, Тимофей у нас получается получается. Да, Тимофей с нами. Да. Сегимел. Переводим. И остаток от Менхии, Аарону и сыновьям его, святая святых. Огнепаливая жертва, ишей нос на число. Да. От огнепаливой жертвы Всевышнего. От жертв, часть которых сжигалась на огне. Спасибо, все верно. Значит, нотерет, корень нотар, то же самое, что нишар, остаток. То есть, на самом деле, ну, бралась в горсть вся левуна вместе с частью муки и частью масла. Оставшаяся мука, оставшееся масло, вот эта вот нотерет, она передавалась ко аним. Они же тоже что-то кушать должны, правда? Все согласны, да? Прекрасно. Так. Значит, уважаемые господа, если мы очень спешим, если вы хотите какое-то слово объяснить, поднимайте руку, задавайте вопросы, я к вашим слугам. А тот, кому переходит микрофон, если он берет его, он читает. Не страшно, если он почитает без понимания, медленно, с ошибками. Очень важно стараться читать самостоятельно. Если он к тому же может и перевести, вообще замечательно. Если будут какие-то ошибки, я здесь, я всегда здесь. Если нет, значит, вы пропускаете. Да, Людмила, вы хотите спросить, да? Людмила? Хотела спросить, вот, все-таки про салат мука, а вроде кемах мука, это одно и то же? Кемах – это мука, салат – это фтанахи, как мы выяснили с помощью одного из наших консультантов. Салат – это означает мука тонкого помола, очень тонкая мука, то есть благородная мука, более, наверное, дорогая и более редкая. Но в современном рите ровно наоборот. Салат – это означает что-то типа манной крупы. Когда поменялось значение, сказать сложно. Наверное, на уровне периода составления мишны. Салат – это мука. Я не знаю, я не помню, честно говоря, есть ли слово кемах в Торе, ну, например, в Мишле и точно есть. Ну, здесь чаще используется солен. Так. А Ливанаф – это от Ливана, да? Ливанаф – от Ливанаф, да? Я не понял вопроса. Ливанаф – это от Ливана, да? Вот это Ливанаф. Это тоже… Это в данном случае от Ливанаф, да? Нет, последнее слово у Ливанаф – это от слова Бенф. И сыновья его. А, точно, перепутал. И для сыновей его, да. Ну, кстати говоря, да, понятно почему. Ну, тут корень Бен, точнее Бонет. Вот. А там корень Ламет Вет. Так. Анна, кто берет Далет? Владимир. Владимир. Владимир, слушаем вас. Выйти на Крив. Корбан. А, Корбан тут… А, тут ошибка, наверное. Корбан. Почему? Мы читаем здесь Камаз как О, как Камазка Царь. Корбан. Корбан, как О. Да. Потому что шва потом. Подрей шва. Да, закрывает слов, да. Корбан Минха. Маафа Танур Солот. Халот. Мацот. Белулот. Бешемен. Берекикей. Мацот. Мешухим. Бешемен. 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 Спасибо, Владимир. Да. Чуть было некоторое количество ошибок, но не принципиальных. Имеется в виду, если, например, У в начале слова прочитаю как В, смысл этого не меняется. И если так прочитает, например, чтец по свитку, его даже не поправляют. И вот я пользуюсь этими же правилами. Спасибо. Так, попробуйте перевести. Да. Я помогу вам. Хорошо. А если. Самый. А если. В данном случае, если. И может переводиться по-разному. Поэтому я всегда показываю, какое значение здесь. По смыслу, да? В смысле, по дословному, по смыслу всегда переводится. Да. Значит, и если приблизит жертву из тонкой, ой, из муки. Минха. Мучную жертву будем считать. Мучную жертву. Да. Теперь что значит слово маафе? Офе – это пекарь. Лаафот – это печь. Я хотел сказать, что это отсесть. Да, да. Это я. Да, верно. Маафе – это пекарня. Маафе – это там, где продают. Да. Маафе – это звучит примерно как мафе, да? Но в смысле немного другой. Значит, это печь. А значит, это большее слово тонур, вы знаете? Печка, печка. Печка. Совершенно верно, да. В современном варианте это, например, плита с духовкой, да? Маафе – это тонур, то есть просто испечено в печи. Так. Из печеного. Да. Так. А, маафе – это испечено. Испечено. Да. А скажите, это пассивное, да? Это от слова ла? Лаафе – это какое-то неопределение глагола? Это… Нет, это глагольное существительное. Маафе – то, что испечено. А, это глагольное существительное. Да, да. Просто в данном случае, ага, печка. Значит, то, что испечено в печке, мука тонкая. Да. То есть он решит принести вот такое. То тогда соло – это халло, мацо. А, значит, соло – это мука толкового помола. Это тройной смехут. Мука толкового помола. Халло и мацо. Халло и мацо. Да. Халло имеется в виду не такие халло, как мы едим на шаба с плетеной косичкой, а просто хлеба. Да. Но мацо. Мацо – это не значит, вот как та мацо, которую мы скоро будем кушать на прессах, да. А что имеется в виду прессные, то есть не заквашенные тесные. А прессные, ага. А хлебот еще, смотри, полхлебот. Вы сказали, халло – это как хлебот. Халло. Лулот – это то, что в лулаве? Нет, нет, нет. Нет, нет. Лулот – это смешанные. Смешанные. А, смешанные. Смешанные. А от какого это лулот? Замешанные на масле, да. А, замешанные. Просто ла-ареф смешивать. Я знаю, что ла-ареф – ура в смех. Ну да, мы здесь имеем немного другой словарный запас. Дальше. Это старое слово? Буллай – это старое? Это и старое брит? Да. Это и старое. Да, это не… Сейчас вас не поймут. Это архаичное слово, да? Замешанные в масле. Рекике. Да, теперь рекике мы можем перевести как оладьи или блины, или еще проще – лепешки. А, лепешки. Лепешки матцов пресные, да. Теперь слово мешухи. Мешухи. Я надеюсь, вы догадываетесь, да? Это из бесед? Нет, мешуха. Нет, мешуха. Это от машуях. Машуях – это помазание. А мешухим – это помазанное феменным маслом, да. А глагол «мазухим» – лешахэм? А какой глагол это получается? Лешухи. Неопределенно. Про мешухим – машах. Машах. Да, мы стараемся запоминать глаголы в словарной форме. Там сразу видно и корень, и беньян. Машах – он помазал. А, точно. Он был. Да, он был помазан. Это страдательное причастие. Спасибо, Владимир. Очень здорово. Спасибо. Так, у нас Ирина читала вообще-то. Ирина. И вот Елена подняла руку. Да. Я хотела бы ей причесть. Попробовать хотя бы можно? О, конечно. Конечно. Да. Ну, насчет перевода не знаю, насколько я там. Правильно? Но все-таки. Можно. Спасибо. Если вот это мельха – приношение на… Вот, не знаю, на сковороде или на чем написано. Махават – это сковорода. На сковороде приношение твое, вот это мука мелкого. Курбанха, да. Что тогда? Можно сказать, что она окуну… Окунуть ее. Размешанная булла. Смешанная. Временно. Размешанная, да. Я вот что бы думала, что это окунуть как бы. Хорошо. Размешанная в массе. Пресная маца будет. Маца. Да, будет она пресной, да. То есть это тесто не закисшее, не, как называется, не захватившееся. Да, совершенно верно. Елена, спасибо. Читайте чуть помедленнее, чтобы все успевали следить. Ага. Ну, очень хорошо. Так, замечательно. Вав. Так, у нас читала Ирина в прошлый раз. Вот я включилась, да. Я включилась. Прекрасно. Ота питим ваяцакта алея шамэн. Мин ха аю. Ги. А, мин ха и. Сейчас скажу, да, да. Значит, относительно последнего слова. Иногда встречаем такое написание, которое ги, когда вместо ее написан вав. Но раз огласовка стоит и, хирик, да, мы читаем ги, а вав без огласовки мы не читаем. Ги – это она, у – это он. Мин ха женского рода, поэтому мы говорим ги. Так, переводим. Па тот – это значит раскрошенный. Ота. Сейчас, минуточку. Па тот, ота. Или раскроши ее, наверное, под питим. Тот же корень, да, раскроши ее крошками. Буквально. Вая цакта. И возлей алейха шамэн. На нее масло оливковое. Мин ха. И это хлебный дар. Это мучной дар. Да. Вот так. Есть. Спасибо. Так, Зайн. Людмила теперь у нас. Людмила. Людмила. Так, Людмила, вы с нами? Да, хотела, кстати, вот тут нашла кэмах. Все-таки есть, что это в Брешит и Млахим. Но все-таки был. В Млахим? Млахим. И в Брешит. Ну, тут вот есть эти. А в Брешит есть? Да. А конкретно не указано, в каком конкретно? Там есть, и все закрыло. Потом тогда. Ладно, не так важно. Ну, напишите, если найдете. Спасибо. Напишите тогда, пожалуйста. Да, лучше так. Так, Зайн, да? А раскрошенный Махабад. А раскрошенный Махабад, я не правильно понял. Раскрошенный, еще расскажите. Раскрошенный, это патот. Как? Вот я не очень понимаю форму этого слова. То ли это существительное женского рода в множественном числе патот. Но в переводе, вроде бы, передавалось это глаголом. Почему глагол имеет такую форму? Я сейчас не буду это выяснять. Махабад, да? Махабад. Махабад, это сковородка. Ой, неправильно. А где раскрошенный? Я что-то не понял. Патот, это, возможно, раскрошенный, возможно, раскроши. А по пяти, тот же корень, это кусочки. Ну, не совсем крошки, а вот не размолотые, а раскрошенные. Да. Анна, 18.6, вот я нашла. Ага, спасибо, Людмила. Давай, давай, тогда почитаем, почитаем. Займ. А, да, конечно, есть слово «кэмах». Это «Ангелы пришли к Аврааму». Точно. По-моему, там «кэмах-солыд» называется, да? Спасибо, спасибо, Людмила. Займ, пожалуйста. «Вэ имминха мархэшет гарбанэха солод башэман теасэ». Теасэ, совершенно верно, да. И если хлебный дар… Мучной дар – это мархэшет, вроде бы это глубокая сковорода, что-то вроде вока. Или есть перевод «противень». По-моему, так, да? Посмотрите в файле словарь. Корбанэха. Прошу вас. Тоже скоро. Твой хлеб… Твое приношение. То тогда солод башэмен. Мука, вот эта тонкая мука на масле. Да. Сделай. Теасэ. Вот здесь, обратите внимание, написано не «таасэ», ты сделай, а «теасэ». Она будет сделана. То есть тут перечисляется несколько видов к мучному приношению. Сначала, значит, просто минха – это мука. Потом, значит, потом… Как это называется? Сейчас, минуточку. Да. Потом ма-афэ, испеченная в печи в Тануре. И потом минха-аль-махават на сковородке. А теперь мархэшет, испеченная в глубоком масле. Скажем так. Спасибо. Значит, мы перевели, да? Мархэшет. Да, спрошу на всякий случай. Вот такое сочетание. Минха-аль-махават. Что-то вам напоминает? Точно. Напоминает, но я не буду подсказывать. Может быть, кто-то знает. Спасибо. На цене, да. Это цитата. Песня. Правильно. Наблюдающий субботу. Сын и дочь ка-эль-ератсу будут угодно Богу. Каминха-аль-махават. Как подарок на сковородке. Имеется в виду пример, как жертва приношения бедняка. Потому что богатый человек отдаст овцу. Может быть, у него сто овец, а может быть, десять тысяч. А бедняк почему приносит? Почему ему сказано принести жертвоприношение из муки? Потому что он не может. Хватает у него денег убить овцу. Для него это сильный удар. Поэтому он приносит то, что у него есть. Для него это очень ценно. Минха-аль-махават очень ценилось Всевышним. Так. Спасибо. Хэт. Чей хэт? У нас два человека там есть. Я не знаю, может, хотят они читать, не хотят. Сделаем так. Если вы не включаете... Елена, извините, у нас все-таки очередь. Надо у нас все-таки... Как бы мы по очереди читаем. Мы как-то не можем, когда кому хочется. Да-да-да. Пожалуйста, можно тогда спросить, а будет ли запись урока? Просто... Да, у нас каждый раз... Запись делается, да. В сечение где-то в судах она обычно выставляется на... Туда-туда. ...архив. Так, есть архив записей, кстати, обратите внимание. Да, мы выставляли в группе там плейлисты. Третий год. Плейлисты там есть предыдущих лет. Есть и предыдущие курсы, тоже достаточно интересные. Если никто по очереди больше из тех, кто еще не читал, не читает, значит, вот Рафаэль Ягу. Значит, теперь вы... И принесешь вей-вей-та. Это мучное приношение, которое будет сделано ашар-е-а-се. Ме-э-ла из этих, богу из кого из этих, мы только что причислили. И принесешь жертву ее вей-крива. Да? Кому? Ко-э-ну. Вей-гиша. И он ее буквально, вей-гиш, как это сказать? Выдаст, передаст. Передаст, да. Передаст, да. Передаст или приблизить. Ла-гешет – это я сам приближаюсь, а вей-гиш – это приблизить кого-то. Эль-хам из-бэ-ях к жертвеннику. Да. Все как. Тет, очевидно, Анна, да? Да. Так, извините, приблизит к жертвеннику или передаст? Ответим, что я сказал. Значит, ги-гиш-та – это приблизит ее. То есть, вот вы, Владимир это спросил, да? Владимир приносит жертву. Кому? Он передает ее. Ко-э-ну, то есть мне. Я беру ее и приближаю к жертвеннику, поскольку вам к жертвеннику будет закрыть. Это должно сделать ко-э-н. А, понятно. Да, кстати, ребята, у меня сегодня день рождения. Сколько мне стукнуло, никому не скажу. Спасибо. Да, до 120. Спасибо огромное. У меня день рождения по нееврейскому календарю. Вот. А так мне повезло, что у всех бывает два дня рождения по календарю григорианскому и по календарю еврейскому. А в некоторые года есть еще дополнительный адар, но вот мне сломали кайф. Мне опубликовали для всех, что у кого день рождения в адаре, тот празднует во втором адаре. Поэтому в первом я не праздновал, вот. А во втором это еще впереди. А как же умножать радость? Что же, может быть, умножать? Ну, так можно и, да, к сожалению, день рождения. Да. Можно умножить и, как говорил, кто же это был? По-моему. А, шелтая болтая, конечно. Аптидамти. В день нерождения. Есть такой эпизод. Так, что мы делаем? Так, шпец. Скажите, пожалуйста. Можно вопрос? Да, да, да. Да. Вот хигиш, первая корневая нун там, да? Значит, ле-хагиш, хигиш. Да. Нет, нет, нет. Не нун, а хигиш. А, гиша, ле-хагиш, хигиш. Надо посмотреть в словаре. Я думаю, что это гей, который выпадает. Вот здесь это гей какой? Это от гиф-иля-эй, да? Потому что... Нагиша, тот же корневый. Нагиша, это, может быть, неф-аль. Я сейчас не хочу углубляться, но вопрос интересный. Я посмотрю чуть попозже, чтобы не отвлекаться сейчас. А со словом «подходить» может быть связано. Сейчас прошу прощения, да. Читайте тет. Читайте тет. Значит, тет. Вегерим, это что-то типа поднимет. Поднимет. Воднимет коэн из этого приношения, поминальную часть и воскурит ектир на жертвенники. В огнепалиму, жертву огнепалиму, благоханье, приятное для Всевышнего. Да, да, совершенно верно, Анна. Спасибо. Герим. Это, конечно, гиф-иль, да? Ле-га-рим. От слова «рам», от слова «ром-мем», «осе-шалом-бим-рома», «ле-рам-мем», «поднимать». Вот, «ма-рим» – это поднимает в настоящее время, вот, а «колень» можно считать «рэйш-мем-мем», то есть удвоение, вторая и третья буквы совпадают, и они тогда склевываются, а можно считать «герим-гей-рэйш-мем», да, «гей» тут может тоже выпадать. Так, спасибо. Юда. Так, у нас Тимофей, да. Тимофей. Мне повезло, пасук, слово-слово, которое я читал третьим в переводе. Понятно, да. И остаток от мучной жертвы, а рожа, сыновьям его, святая святых из огнеполимых жертв Всевышнего. Да, 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 верно. Так, спасибо. Юд Алиф. Так, Владимир теперь. Я читаю, но терет – это остатки, я знаю, что рует остатки, но терет тоже остаток переводится. Да, 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 мы пользуемся словарем анахическим, да. А, это из древнего иври, это опять же. Ну, это, я не разделяю так вот принципиально, но это несколько такое слово… Нет, корень используется, но слово «нотерет» я не встречал в устной речи. Значит, «Ютали, коль аминха, ашер криву, ладунай, вэлашем, ло, таасе, хамец. Чуть поднимите, пожалуйста, Анна. Ла, ашер, да. Только одно замечание, сэор читается, сэор – это закваска. Дело в том, что шин и син, они никогда не заменяются. Так, блин, в смысле, шин и син в каком плане не заменяются? Это разные буквы, они не занимают одно место в алфавите, но если в корне шин, то не будет син. А я сказал через «с», да? Вы просто не прочитали «шин» вместо «си», да. Все остальное правильно, да, переводим. Закваска. Значит, все вот эти жертвы пшеничные… Ту жертву, всю жертву, коль, ага – это что-то одно, но целиком. Коль, ага, йом – это весь день, а коль, йом – это каждый день. Так, коль, аминка – это всю жертву, вот эту мучную. Ашер, так, криву ладунай. Которую принесли к Всевышнему. Принесете вы, да. Принесете вы к Всевышнему. Лотте ассе хамец. Не будет сделано хамец. Ну, то есть… Заквашенное. Заквашенное, да. Киев, да, на случай, потому что… Да, да, а потому что, да, всевор… Всякая шор – это закваска. Шор, подожди, шор, шор, свет, нет, или… Закваска. Закваска, да. Ор – это закваска. Да, как разрушен пример, да. Ор, да, закваска, ор. Нет, сэор, сэор – это три буквы горда, да. А, три, понятно. Всякая закваска, который… И дальше, выхоль. Который вся и весь мед. Ну, в данном случае, всякая закваска и всякий мед. И всякий мед. Лотта кривуми мену. Не воскуряется от меня. Не приближайте. Не приближайте буквально, да. А, не приближайте. А, так… Не тактирую. А, тактирую тоже воротит. Нет. Воскуряться, нет? Минуточку. А, лотта кривуми, извините, не туда посмотрел. Лотта кривуми, не воскуряйте, конечно. Мемену – из него. И еще огнепалимы. Жертв. Из него. А для Всевышнего? А где жертвы? А, я перепрыгнул. Не воскуряться от него. Которые… Мемену – ищэ – от слова «эш». Ищэ – это огнепалимые жертвы. Огнепалимые жертвы. А, огнепалимые жертвы. Да. От этого же корня «иш», потому что огонь. Ну да, поэтому… Эш – это ищэ. А «иш» и «иша» – корень там близкий, но… Ой, я оговорился. Я хотел сказать, что это отэш. Огнепалимые жертвы. Потому что отэш. Да, да. Значит, здесь ищэ, да? Ищэ – огнепалимые жертвы. Ищэ, да. Ищэ – для Всевышнего. Это жертвы. Тоже жертвы, только огнепалимые. А можно я забыл? Что значит огнепалимый? Который надо было сжечь, да, предварительно, да? От которой часть сжигают на огне. А, часть. Ну, мы же выяснили, что, например, первая жертва – это мука. Зачерпывается горсть. Она сжигается на огне раехников. Для приятного благоухания остальное отдаётся коэну. Коэну. Конечно. А вы действительно коэн, Рафа Леякова? Да, я действительно. Вы имеете в смысле отношение. Да, да. Так что во времена храма вы будете знать, к кому обращаться. Принесете жертвы, да. Вы сами выбираете, кто их вознесёт на жертву. Здорово. Так. Да, прошу вас. Так, у нас Ирина. 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 Сейчас подключусь. Корбан Рашид. Такриво אותа. Ла. Ла. Шэм. В. Эль. Амизбэх. Ло. Ялу. Ла. Рээх. Рэх. Рэх. Нихуах. Да. Рэх. Нихуах. Кен. Да, переводим. Корбан Рашид. Корбан Рашид. Главная жертва. Такриво אותа. Её. Такриво. Принесите в жертву. Да, привезти. Ли. Ли. Всевышнему. Да. Аля Мизбэх. Я не знаю, что такое Мизбэх. Мизбэх – это жертвенник. А на жертвенник ло ялу. Не поднимайте. Не поднимайте буквально. Ла. Рэх. Нихуах. Ла. Рэх. Нихуах. Для запаха. Для приятного. Да. Да. Для запаха приятного. Рэх. Нихуах переводится как выражение. Рэх – это вообще-то запах. А рэх. Нихуах – это запах приятного и благоухания. Ла Рэх. Только рэшит – это, видимо, все-таки первое. Имеется в виду, как приношение первых плодов. Можете принести вот эти вот предыдущие, говорится, в предыдущем отрывке мед и вот какие-то булочки типа того. Это приносится как первые плоды, но не в жертву. У меня тут написано. А, понятно. То есть это как бикурим, да, первые? Как бикурим, да. Первые плоды нового рожая. То есть из них мы не воскуряем. Да, да, резонно. Что же еще? Яблоки и груши сжигать? Ну, на самом деле, по закону, да, из каких плодов? Только из плодов семи видов приносились. Бикурим, но по букве закона. Но на самом деле приносились из всех фруктов. Само слово нихуах. Есть перевод нихуах? Нихуах. По-моему, я ставил это в словарь на каком-то из предыдущих занятий. По-моему, нихуах не используется, кроме как краях нихуах. Но есть единственное исключение. Как расширить то вот слово нихуах, это не гуней, хасида и хаббат. Это собрание напевов хасидов хаббатников. Ну, поскольку вот такое вот попадание получилось. Почитаю, как нихуах. Но вообще-то как нихуах. Именно нюхать и не слушать. Да. Так, Ют Гиммел чей? Так, Елена у нас по очереди получает. Да, да, да. Ют просто. Просто Ют вроде, нет? Нет, Ют. Мы прочитали уже. Было, было. А почему там нехух? Рех нехух. Ют Гиммель должно быть 13. А скажите, а почему нехух тут, рех нехух, это в этом, в таве? Ну да, нет, в таве, тат, раздел тав. Тет вы имеете в виду? Тет. Тет. Рех нехух тет. После тет вроде Ют идет. Ну, мы сейчас прочитали Ют, Бет. Тоже заканчивается. А, я не туда посмотрел. Понял. Да, сбились, так. Все согласны, что Ют, правильно, да? Да, Ют Гиммель, да, Елена, Елена у нас. Елена, слушаем. Я не туда посмотрел. А точно. Алло, алло. Так, я не слышал, вы тоже не слышите? А какую Елену мы ждем? Она не включила, ей надо было раньше уходить. Не, не, она ушла, сейчас Людмила. Сейчас Людмила, значит, да, Людмила? Давайте передаем дальше, да? Может быть, Елена обиделась, что мы сказали, что нас уходить, и это ничем неудобно. Не, она сказала, что надо уходить. И надо было уходить, она же говорила. Ага, все, я... Ага, ну ты еще не пустила. Так. Вехоль, Карбан, Минхотеха, Бамеллах, Тимлох, Тимлах, Тимлах, Тажбит, Меллах, Брит. Эллохэ, Эллохэ, Эллохэха, Мэан, Минхотеха, Альколь, Карбанеха, Тагриф, Меллах. Меллах. Да, верно. Слово Меллах вам известно, да? Соль, да? Да, соль. И всякую жертву, всякую твою хлебную жертву приношение с солью... Соли, солью соли, да? Соли, да? Или посолишь. Посолишь, да. И... Тот же корень, что шаббат, то есть что-то отменять. И не отменяй, не аннулируй. Соль? Да. Соль Брит Эллохэха. В завете... Завета Бога, да, совершенно верно. Кстати, отсюда, очевидно, хлеб, соль. Обычай, да. Да. Мэаль Минхотеха. Ну, не отменяй, в смысле, вот, от... Из хлебного приношения, да? Да, да. Ну, то есть не забывай... Мэаль, это как бы здесь из... Ну... Да, соль. Да, да. Во всякой жертве приблизь соль. Соль, да, да. Соль, да, совершенно верно. Каждый хлеб, каждый жертвой... Ты круче горбушку ему... Да. Не только хлеб, но любую, да, имя и мясную. Тут написано про Минхотеха. Минха – это хлеб. А слили ли, скажем, туши животного? Не уверен. Здесь только написано про хлебные жертвы. Так. Спасибо. И удалят. Так, я... Еще минуточку. Я прочитала, что именно с этим связано вот с солью. Обычай вот сейчас, когда, ну, какая-то еда с хлебом, то обмакивать хлеб в соль перед тем, как кушать. Вот. Да, 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 так и есть. Ну, стол подобен жертвеннику, а хлеб подобен хлебному приношению. Да. Так. Так. Теперь вы, это, получается. Теперь вы. Хорошо. И удалят. Мне достался сложный текст. И если ты принесешь в жертву мучную бикурим, бикурим, это слово бикур, да, это первинки урожая, в данном случае имеется в виду злаковых колосьев, да. Ла-шем для Бога. Слово авив, которое известно нам как весна, да, используется в несколько ином значении. Когда мы встречаем это слово, например, айом а тем ю цим бе ходиша авив. Сегодня вы выходите в месяце весеннем или в месяце колосьев. Слово авив означает не колос отдельный, а сам процесс, когда ячмень или пшеница колосится. То есть вызывает колосья, да. Это действительно происходит в наших краях, в Израиле, в месяце Ниссан. Хотя вот сегодня я заметил, что какие-то там зелененьки еще не совсем созревшие, но все-таки колосьи уже кое-где пробиваются из земли. Так вот, месяц авив, и здесь это значит, что колосья, теперь колуй, это значит, это отсюда русское слово каленый. То есть жареный на железном листе без масла, без масла. То есть как каленые семечки. Вот, что надо прокалить? Зерна, зерна нового урожая. Баэш на огне. Гэрэш кармель. Кармель – это кармель. Посмотрите, пожалуйста, словарь «гэрэш кармель». Какие у меня там значения есть? Вообще-то гэрэш – это корень лэгэрэш, отделить. Гэрэш – это развод. Гэрэш кармель, то есть отделенные от твоего кармель. Сейчас, секундочку, посмотрите. Взгляните, пожалуйста. Мне просто неудобно переключаться. Так, «гэрэш». Ну, вот написано из дробленных свежих зерен. А, разгробленных. Да. Так. Вот, «гэрэш» означает дробление и помол. А, дробление, дробление и расселение. Зерна размалывают подобное. Вот у Раши тут написано. Так, Раши дает в комментариях. Подобно сокрушена душа моя. Такое вот. Привозит аналогии параллели. А кармель – это? Кармель, сейчас, секундочку. Кармель, вообще-то, это два значения. Или это сады, ну, вот как гора кармель, допустим. Да, да. Или недозрелые зерна. Вот, в том-то и дело. Меня смутило, что обычно кармель – это виноградники. Да, но здесь имеется второе значение, да. Зерна недозрелые, да. Так риф ты принесешь. Эль минхат би куреха. В качестве мучной жертвы твоих, вот, би курим – это первинки, первые плоды. Вот так. Ну, что же, Тед Вав. И я что-то не вижу, чтобы мы успели. Эрек Гиммел, хотя я его и приготовил. Тем не менее, Тед Вав, пожалуйста, Тед Вав и Тед Зайд, мы точно успеем. Анна, Тед Вав, наверное, ваш. Да, теперь мой. Так, и положи на нее, возложи на нее масло, и положи на нее ливану, и как бы это приношение хлебное. Это и есть приношение хлебное. Да, да, верно. Так, Тед Зайн, кто успеет? Так, Тимофей. Моя очередь. Да, Тимофей, да. Да, Тед Зайн. Сложно, пробуем. Эректир, знаете, да. Воскурит и воскурит священнослужитель Коэн. Да. Это Азгарта. Как поминальная часть ее. Поминальная часть ее. Мегерса – это отделенная, мы говорили. Да, да. Верес. Отделенная. Верес, верес. Да. Верес, конечно. Шамна. От размолотых зерен. Герес, как мы видим, чуть выше, да. И из масла ее, которым эти зерна поливаются. То есть зерна, значит, вот я точно не знаю, то ли они сначала поджариваются без масла и потом мелятся. То ли, наоборот, сначала мелятся, а потом поджариваются, но потом их поливают вот этим маслом. Уже потом, когда они готовы. И вот из вот этих размолотых зерен Мегерса и из масла, которое мы полили у Мишмана, вся ее левона. Да. Да. Вроде бы ладан, да. Да. Огнеполима – жертва Всевышнего. Всевышнего, да. Мы разобрали, причем, достаточно подробно, да, законы о мучном приношении, о хлебном даре, можно сказать. Ну что же, мы прошли, Гиммел, мы, наверное, не будем начинать, потому что время подходит к концу, да. Скажите, коль леванта, я прослушаю, я не понял, коль леванта – это… Да, и вся ее левона, леванната. То есть левона ее, левона шела, да. И белая, еще раз леванна. Нет, левонната мы переводим, мы решили, что переведем это как ладан. То есть нет ароматического дерева. Ладан – это вроде смола ароматического дерева, да. То есть все ее левон. Да, так. Так. Вопрос, пожалуйста. Так, с наступающим праздником курим. Курим у нас в четверг и пятницу. Вот. И с Божьей помощью к воскресенью мы уже протрезвеем и сможем продолжать наше занятие, да. Спасибо. С праздником и с днем рождения вас. Всего доброго. Спасибо, спасибо. Спасибо. Очень трогательно курим. Я представляю. Принято. Хуяя. Това, псалют, тавовод. Пока. Продолжение следует...